Русские карелы, татары, калмыки и еще больше 190 народов и национальностей все вместе многогранная Россия. В День народного единства красочным концертом национальный орнамент Волгоградской области в Центральном концертном зале завершили год культурного наследия народов России в нашем регионе. Участники презентовали народные костюмы, музыку и танцы. С места событий Максим Черпак. В фее Центрального концертного зала состоялся показ национальной одежды, настоящая этническая палитра, где каждое одеяние по-своему уникально. Обилие красочных костюмов вызвало у зрителей неподдельный интерес. Каждому было интересно познакомиться с многогранностью России. Даниэр Мохамбетов представляет костюм каракалпаков народа из Средней Азии, проживающего главным образом на территории Узбекистана. Как вы можете видеть, на мне чапан, рубаха, которая обычно надевается на выпуск. Очень много красочных нарядов, костюмов. Все счастливые, радостные, все пляшут, как вы можете видеть здесь. Ну, в общем, атмосфера такая, заряженная. А на Ульяне Шкуропатовой белорусский костюм. Отличает его яркая вышивка. Чаще всего она красного цвета. На мне традиционный костюм белорусского народа. Юбка, партук, рубаха и жилетка. На самом деле я очень вдохновлена этим праздником. Мне прям все очень нравится. Это в первую очередь сплочение всех народов. И я познакомилась с очень многими ребятами на этом празднике. И я думаю, мы будем дальше общаться после этого. С мая по октябрь в каждом муниципальном районе и городском округе Волгоградской области проходила областная культурная эстафета, в ходе которой были отобраны лучшие творческие номера. Именно они вошли в программу галоконцерта «Национальный орнамент Волгоградской области». Так участники ансамбля народного танца «Россияночка» из Ленинского района выступили в финале с лесгинкой. У нас не было в репертуаре лесгинки, мы решили ее сделать. Готовились очень долго, очень быстро разучили. В сентябре не так много времени, поэтому мы старались. Мне нравится очень заниматься, у нас очень дружная команда. Мы сплоченные, мы быстро все разучиваем. Так что приезжайте в Ленинск, мы с нас сегодня останемся. В этом году по всей России прошла масса мероприятий, посвященных культурному наследию народов страны. В Волгоградской области состоялись фестивали от Волги до Дона, научно-практические конференции, встречи и конкурсы. Итоги года, что вполне символично, подвели в День народного единства. Организаторы уверены, благодаря таким праздникам интерес к родной культуре будет только расти. Самая главная была наша цель – показать жителям Волгоградской области все многообразие волгоградской российской культуры. И мы надеемся, что сегодняшним мероприятием, конечно же, этот год не закончится. Здесь разные народы и народности, которые живут в Волгоградской области, более 140. В каждом народе есть, говорят, что различия, но какие-то базовые морально-нравственные ценности, они едины. Это уважение старших, это помощь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Большая работа по сохранению и популяризации культуры народов России в этом году была проделана во всех районах региона и будет продолжена даже после окончания профильного года. Поддержка на региональном уровне, создание условий для творчества, все, что мы делаем в рамках национального проекта культуры, развитие сельских домов культуры – это все направлено на сохранение самого главного – достояния России и ее народа. В городе на Волге проводят встречи как областного, так и федерального уровней. Ведь Волгоградская область – не только родной дом для 140 национальностей, но и радушный хозяин, принимающий гостей со всей России. Максим Черпак, Виталий Грищенко, Время новостей. Максим Черпак, Виталий Грищенко, Время новостей.